МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яичницу там сварганить, это тоже не то. Умею. Итак, друзья, сейчас у нас в студии будет человек, который действительно умеет готовить. Ервант Калачан, президент первой гильдии шеф-поваров Республики Бурятия. Шеф-повар с большим стажем и внушительным перечнем наград и побед в различных конкурсах и номинациях, в том числе в международных. Родился в 1975 году в Ленинакане, ныне город Гюмри. В 1991 году переехал в Улан-Удэ. В 1994 закончил Новосибирский техникум общественного питания и сферы обслуживания. В 2003 году закончил в СГАКе хореографическое отделение. С 2011 года ведущий программы «Вкусно». Генеральный директор «Кафе Кафетон». Еще раз добрый вечер, дорогие горожане. Вы смотрите вторую часть программы «Моя столица». «Моя столица» — это главное вечернее шоу нашего города, посвященное, естественно, нашему любимому Улан-Удэ. И сегодня у нас не простой гость, а гость, которого я очень рад видеть сегодня. Это Ервант Калачан, самый популярный шеф-повар нашего города. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Ервант. Приветствую. Поскольку ты наш коллега, я думаю, мы, наверное, сразу перейдем, так сказать, на «ты». Конечно. И приступим, так сказать, к вопросам. Приступайте. Да, расскажите, пожалуйста, как вы вообще оказались в Бурятии? Когда это произошло? Ой, это… Вообще, давно ли ты у нас земляк-то наш? Конечно. Как уже 25 лет я ваш земляк. Но это 90-е годы. Конкретно вам год и число нужен? Да. Да? Я так положу, это где-то 90-91-е коллеги. Да-да-да, это была зима, холодно. Я думал, куда я попал. Тут белые медведи мне говорили, что ходят по улице. На самом деле, прекрасный город, замечательный. И вот я 25 лет в этом прекрасном городе. Ну, давай теперь поговорим о тебе, о твоей деятельности. Вообще, вопрос такой возникает у всех, на самом деле. Да, вот вы закончили в СГАКе, да, на, получается, танцевальный факультет. Или как? Нет. Как назвать это? Скажите, как это правильно? Институт танца, верно? Институт танца, конечно. Да, конечно. Но это было в 2000-м году, 2002-м, нет, 2000-м году и до 2003-м. Просто тут, видишь, такой диссонанс немножко происходит. А почему я там учился, да? Нет, ну я был поваром уже, у меня, как бы, законченное техническое образование было, да, в городе Новосибирске. Но дело в том, что получилось так, в 2000-м году случайно, совсем случайно, научил моих близких родственников, у них были дети, у каждой семьи, по одной девочке. Мы, я их собрал и сделал такой армянский красивый лирический танец девичьи. Такая была самодеятельность, да? И как раз накануне был Новый год, где все армяне должны были собраться и провести Новый год. Ну и получилось так, что там объявили, что ребятишки хотят подарить армянский танец. Ну, этот танец был исполнен на хорошем качестве. Тут некоторые от радости радовались и плакали, а некоторые уже в очередь стояли, чтобы ко мне записать своих детей. Я им говорю, что я вообще-то не хореограф. Ну и вот так завязался вот эта самодеятельность. На самом деле очень интересно. И потом ты решил, так сказать, подкрепить образование на это начинание. Потом нас пригласили на Сагалган, на Новый год Сагалган. Узнали откуда-то, что есть армянский такой коллектив, самодеятельность занимается, который пригласили на Сагалган, землячество. Мы выступили. Дандар Жапыч, Бадлуев, руководитель, директор нашего Байкала, театра Байкала. И благодаря его нас начали узнавать. Уже везде приглашать. И ансамбль Рафаэла, Рафаэла. И вот так нас узнавали. И дети стали больше-больше ходить ко мне. Я уже стал больше вникать в эту хореографию армянскую, вот эту историю. И мне было интересно. Хотя я с детства танцевать любил и петь любил. И сейчас, что я делаю, да? Да, вот это самый главный вопрос. Я просто себе так представлял, что ты чистил картошку. Чищу картошку? Да, запасать ли мне танец какой-нибудь армянский? Ну как это вообще происходило? А ты не веришь, Боря? А как ты в детстве, получается, посещал какой-то хореографический кружок, что ли? Или как? Сам учился, что ли? Никуда. Вообще, моя сестра ходила в хореографический кружок. И она довольно очень хорошо танцевала. Ее даже хотели пригласить уже, хотя пригласили уже ее государственные, как наш Байкал, да? Вот есть вот такой ансамбль танцевать, но мой отец не разрешил. Потому что она как раз 10 класс заканчивала. В общем, танцы не считалось там, что девушка должна продолжать. Но она приходила домой и мне учила там какие-то движения делать. Вот она, откуда пошла. Да, и она у меня вот это все внутри была, осталась и все. Так, ну вообще деятельность вот этого ансамбля Рафаэла мы еще обсудим. Конечно. Да, теперь мне хотелось бы задать такой вопрос, вот как вот специалисту, как человеку, который знает, как человек, который разбирается в этом вопросе. Вот вообще по статистике я слышал, да, что в Улан-Удэ точек питания общественного, да, на душу населения мы вот где-то в первые десятки в России. Не знаю, насколько верна эта статистика, но всяких ресторанов, кафешек и так далее у нас большое количество. А вот каждый ли ресторан можно назвать рестораном в полном смысле этого слова? Особенно в нашем городе. Вот какими качествами настоящий ресторан должен обладать? Боря, ну не хочу обидеться вообще хозяинов вот заведений, ресторанов, кафе там или не знаю. Не, а что такое? Просто бытует мнение, что любой человек повесил вывеску. Ну что там ресторан, что там знать-то? Да, ну очень-очень грустно, что очень многие так и делают. Допустим, два друга, я и ты. Вот у нас есть деньги. Ну миллион рублей. Нет, ну один из нас шеф-повар как бы. Нет, ну вообще у нас ничего нет понятия. Ну мы видим, что там продают позы, и довольно люди ходят туда кушать позы. И давай мы тоже откроем. Открываются такие заведения, больше, больше, много, много. Нет представления, у молодежи что такое вообще кафе, что такое ресторан, как вообще отличать кафе от ресторана, закусочная там или забегаловка, я не знаю, там бестро. Позная, в конце концов. Ну позная, но знаете, в городе у нас есть хорошие места, где вкусно кормят позами, да, и где радует душа, что вкусно. Но это же полюбовый. Сервис убивает. Когда на самом деле ты заходишь в позную, и буквально на столе стоит туалетная бумага, вот о чем мы можем говорить. Вот это я вот считаю, что это непрофессионально, это неправильно. Это как минимум не ресторан. Это да, жадность хозяина, что хозяин как бы зарабатывает деньги, но жалеет покупать хорошие нормальные салфетки. Знаешь, я с тобой солидарен, кстати. В принципе, они не намного и дороже. Да, или горчица на 300 человек, один тюбик. Все могут трогать его и там что-то такое. Поэтому вот здесь печально. Ладно, ну что мы о познах говорим или что-то такое. А вообще я не люблю рассуждать вот эту тему, но то, что там плохо, здесь хорошо. Единственное, что я хочу сказать, что открывать нужно ресторан тем людям, которые знают на самом деле с самых низов, то есть на челе. Знают работу официанта, уборщицы, посудницы, знают работу повара, знают работу администратора, медритателла, я не знаю, хостес, да, там сейчас как называется. А вот ты в каждой из этих профессий себя попробовал? Пробовал, да. Вплоть до посудомыша. В наше время тогда назывался совдеп. При совдепе очень хорошая школа была, но… Наоборот, жаловались, сервиса никакого. Нет, подождите. Сервис, вот именно что сервис, был сервис. Почему? Потому что каждая тарелка была маркирована под каждой фирмой ресторана. То есть, если возьмем, ну что у нас мы можем вспоминать? Это Бурятия, Байкал и Баргузин. Да, давайте вспомним. До сих пор они живут и есть, о них можно говорить. Это не классические рестораны? Нет, ну это те советские рестораны, где мы вот выросли. Вот на самом деле я, да, пробовал там работать. И там было очень жестко, администраторы настоящие были, учили нас работать. А если мы неправильно работали, то нас наказывали, иди посуду мой. Вот откуда я знаю, трудно мыть посуду или нетрудно. Чего там уметь-то, посуду мыть-то? А, тебе так кажется. А ты попробуй. Я, ну как, я пробовал. Нет, ну вот знаешь что, я тебе… Не так же ты пробовал, Боря. Идешь в ресторан, идешь в ресторан, и говоришь, у меня денег нету, но ты наелся, напился уже. Я как-нибудь постраду. Я даже знаю, где ресторан, где я так делаю. И можно сказать, а можно я у вас посуду помою? Они обрадуются, Боря. Да, они обрадуются, и тебе дадут эту посуду помыть, тогда ты вспомнишь. Возьмут телефон и… Лучше в кармане иметь тысячу рублей заплатить за свою еду, чем посуду помыть. На самом деле очень трудно и посуду мыть, и гостей встречать, и готовить, и руководить на кухне, и в зале. Вообще вся работа, структура – это психология. Итак, по ходу разговора с Ервандом мы выяснили, что главное в управлении рестораном – это психология. И сейчас мы посмотрим рубрику «Психологический совет». Посвящена она немного другой теме, но тем не менее. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, прежде чем создавать семью, на какие качества друг друга нужно обратить внимание жениху и невесте? И вообще есть ли какая-то схема совместимости партнеров? Схем совместимости достаточно много. Достаточно открыть любой популярный журнал или страничку интернета, забить поисковик, и вон там будут много-много рекомендаций. Ну, универсальности здесь… ну, нет универсальности. Но зато можно посмотреть на партнера с другой стороны. Вот я бы хотел обратить внимание, чтобы здесь было небольшое такое чувство рациональности. Когда мы увлечены партнером, здесь идут у нас эмоции, влюбленность. И немножко мы не видим тех черт и качеств, которые необходимо попристайнее рассмотреть партнеру. Обратите внимание, как он себя ведет в той или иной обстановке. Какие у него ценности есть. Задайте ему вопросы о том, как он видит свою семью. А еще лучше, если получится, познакомьтесь с его семью. Обратите внимание, как они себя ведут, как общаются, какие отношения между мужем и женой, между детьми и родителями. Какие у них ценности есть. Как они переживают семейные кризисы. Как они поддерживают друг друга. Потому что с большой долей вероятности мы можем предположить, что ваше избрание потом в семейной жизни будет проявлять те самые жизненные, так называемые, сценарии поведения в той или иной ситуации вашей семьи. А бывает такое, что вступая в брак, жених или невеста в будущем мечтает перевоспитать своего партнера. Ну, наверное, это утопия. Ну, этот вопрос, конечно, двойственный. Как-нибудь пробовали посмотреть, перевоспитать маленького ребенка. Это достаточно сложно, согласитесь, да? Мы все являемся специалистами в области воспитания, в области семейной жизни. Но это маленького ребенка трудно перевоспитать, а взрослый человек со своими устоявшимися взглядами. Вот такая иллюзия действительно присутствует. Но здесь можно посоветовать что? Просто понимать, что исправить человека, в принципе, невозможно. Но можно помочь ему проявить те черты и качества, которые вы хотите видеть в своем партнере-избраннике. Это возможно. При вашей поддержке, при повседневной готовности помогать друг другу. Это реально. Можно конкретнее рассказать, какие качества все-таки возможно воспитать в своем партнере? Ну, к примеру, допустим, хозяйственность. Вас интересует такая тема? Чтобы мужчина был домохозяином, да? Когда-то он смог забить гвоздь, пусть криво, пусть плохенько, но он сделал это, значит, эта черта в нем присутствует. Значит, можно постоянно говорить, ты у меня хозяйственный, у тебя руки золотые, ты вон как замечательно прибил гвоздь. А вот если ты прибил полочку, ты бы был вообще идеален. Я думаю, это будет механизм срабатывать. И эту черту, допустим, вы можете выращивать в своем супруге-избраннике, и она будет больше и больше нарастать. Ну, точно так же, наверное, с женщиной. Абсолютно верно, конечно. Ты моя хозяюшка, как ты замечательно готовишь. Плевать, что котлета нынче подгоревшая. А вот если бы немножко ты ее недодержала, чуть-чуть была бы она помягче, я был бы совершенно счастлив. Ну, какая ты у меня умница. Я думаю, у хозяюшки после этого будет больше желания попробовать сделать котлетку такую, которая любит ее супруг. Это да, это возможно. Александр Борисович, спасибо большое за беседу. До свидания. Всего доброго. Ну так вот, мы еще знаем, что, ну, помимо, вы ведете передачу «Вкусно», и с некоторых пор у вас появился новый цикл передач, называется он «Кухня народов мира». Расскажите поподробнее, что там происходит, кто к вам приходит, чем вы там занимаетесь? На самом деле, Лейла, это очень интересный проект, это очень хорошо. Когда в Бурятии 140 национальностей живем, да, вот очень много нас, разных народов. И вот решили так, пригласить из каждой диаспоры одного человека, который знает свое национальное блюдо и может делиться с нашими телезрителями. Ну, а скажи честно, тебя хоть раз кто-то удивил? То есть было такое блюдо, которое ты не услышал просто? Нет, то, что я не слышал, конечно, название, допустим, не слышал, а как приготавливается, она как бы один другом и связана. Допустим, вот недавно готовили семейскую блюдо, да, гуленики называется. Ну, кажется, это что? Ну, мы делали в современном, это гратены, картофельные гратены, да? Что такое гуленики? Так, Боря, вопрос, а потом, подожди, вопрос будет у него про гратен, да, Боря? Да, что такое гратены? Гратены и гуленики похожи же, да? Ну, это блюдо из картофеля делается, вот. А, типа дроников, да? Не-не-не-не, это вот такой, наверное, семейский делали в глиновых чашках, но мы в прозрачном таком, тоже огнепорном чашке. В общем, картошечку берешь вареную, туда немножко так вилочкой раздавливаешь, добавляешь масло, немножко яйца, это все перемешиваешься, и в духовку. Томится, а печка вообще уже потухшая, уже довольно-давно, просто тепло, и ты идешь гулять. И все. Приходишь утром, открываешь, гуленик готов. Понятно? Вот у меня что было интересно. А тут мадия телевидения, все за полчаса, пожалуйста, гуленики готовы. Да, ну, почему? Все блюда интересные, все народы имеют своих секретов, и когда человек знает свое национальное блюдо, это вот радует. Вот это и мы ищем, вот таких талантов мы ищем. Так что милости просим. Если есть желающие, обращайтесь. Если вы знаете какое-то особое блюдо, именно национальное, то чтобы было это интересно. Вполне можете стать участником. А вот что касается кухон народов мира, да, я вот помню, мы с Ервандом где-то лет 5 или 6 назад нам нужно было сделать такую небольшую программку о кухне Буретии, ну, о бурятской конкретно кухне. То есть выяснилось, что, да, ничего там особенного, сложного, как выяснилось, нет. Точно, это бурятская кухня. Да, потому что бурятская кухня, она, в общем-то, не сложная в приготовлении. Может, тема и хороша. Вот, и мне даже как-то стало как-то обидно, думать, как так-то. Но, тем не менее, а какая самая сложная кухня, на твой взгляд? Где-то реально надо заморочиться так. Ну, давай я не буду о других кухнях говорить. Ну, вот в армянской кухне есть такие блюда, которые до утра? Вот, которые до утра. Называется хаш. До утра. Это коровы ноги, да, вот, наверное, очень многие пробовали хаш. Что такое хаш? Это коровы ноги, чистится, моется очень долго. Это под холодной прозрачной водой. Это все моешь, чистишь, все готовишь, а потом его варишь. То есть она томится, ночью стоишь 12 часов, да, где-то под утро, 6 утра уже она натомилась, потомилась и готовый хаш. Ну, конечно, это все надо следить, все это убрать пену, там, постоянно перемешивать, чтобы это не подгорало. Тяжело. Но ты ждешь в воскресенье гостей. И за столом собираются все друзья. Ну, а обычно вообще мужчины собираются, за столом садятся. Есть сухой лаваш. Такой, прям, как картон, и такие ломаешь, крошишь туда. Как ты все вкусно ему рассказываешь. Да, ребята, я даже знаю, где такое готовлю. И куда мы пойдем. То есть получается, когда ты готовишь хаш, ты вот прям реально на несколько часов заморачиваешься вот это вот все вот так. Реально, Борь, здесь никак я не преувеличиваю, реально в армянском кухне есть такие блюда, даже гериса есть у нас, которые варятся очень долго. Так, ну что ж, дорогие друзья, вы не переключайтесь, потому что сразу после рекламной паузы мы с Ярвандом продолжим нашу вкусную беседу.